О! Определенно! Привет, друзья! Вы на канале Русская Дымка. Меня зовут Ваислав Кислицин, я эксперт по самогону варенью. И сегодня у меня подведение итогов. Вы помните, недавно совместно с Алтайским Винокуром, производителем наборов для изготовления домашних настоек, мы придумали конкурс. Придумали конкурс на лучшую согревающую настойку и обещали выбрать три лучших рецепта в комментариях, приготовить их, попробовать, продегустировать. Так вот, вы понимаете, что это мой авторский произвол. Я в меру любви своей, в меру новизны лично для меня, я выбрал три рецепта, которые я хочу попробовать, которые я хотел бы попробовать, скажем так, попробовать, приготовить и объявить победителями. Почему я их заранее вот так вот объявляю победителями? Потому что они необычные, странные. Я объясню, в чем необычность каждой из них лично для меня. И суть в чем, у меня получится приготовить только две из этих трех настоек по причине легкой неосмотрительности. Но не заготовил я летом всего, чего стоило бы заготовить нашему брату-самогонщику. Поэтому победителя я объявлю три. Они все получат одинаковые призы. Я не буду выделять первое, второе и третье место. И две из этих настоек, действительно интересных и необычных для меня, я сегодня приготовлю. И вот у меня две баночки. Вот у меня набор ингредиентов. Мед туда же. Павел из Тольятти. Ваш мед снова идет дело. Большое спасибо за него. Третья настойка, она очень интересная. Я бы хотел этого человека также отметить за его рецепт. Но приготовить я не смогу, потому что я оплошал и летом хрена не накопал. Я обошел все доступные магазины в округе, обошел рынок и нигде не нашел хрена. Ни сырого, ни сушеного. В рецепте используется именно сушеный хрен. Я думаю, кто-то уже начал догадываться, что речь о его рецепте. Поэтому, ну давайте по порядку. Вот у меня тут листочек с распечатками этих рецептов. Я начну зачитывать рецепт, рассказывать, что мне в нем понравилось. Потом готовить. Итак, Анатолий Смирнов проявил очень активную жизненную позицию. Прислал целых три рецепта. Как минимум два из них мне показались очень интересными и необычными для меня. Я один выбрал. Давайте зачитаю. Сейчас он у вас на экране, наверное, появится. Невероятно вкусный согревающий напиток. Делаю его всегда к новогоднему столу много лет. Особенность рецепта – это конструктор, как знаменитый аппарат Вейн. Я, вы понимаете, не мог обойти этот рецепт стороной. А еще потому, потому что рецепт конструктора – это интересно. Итак, будем использовать гранатовый сок, будем использовать сироп шиповника. Ну и сейчас по ингредиентам пройдусь. Итак, требуется взять хороший дистиллят крепостью от 75 до 45. У меня, признаюсь честно, 40. Вот, более крепкого сейчас нет. Все у меня разбавленное, все у меня постоялось. Поэтому буду плясать от этого, потому что рецепт конструктора как раз такую вольность позволяет. Итак, автор описывает, что он берет гранатовый сок, выжимает его из гранатов. Я решил согрешить и взять просто гранатовый сок. Не готов я отжимать собственноручно сок из гранатов. Но, в общем, задача в том, чтобы взять дистиллят. Давайте я пока лишнее уберу. Задача в том, чтобы взять дистиллят и гранатовым соком довести его до желаемой крепости. Желаемой крепостью автор считает от 20 до 45%. Ну, вот у меня тут примерно 2 литра. Я думаю, что где-то градусов 20, 25-30 у меня будет после добавления гранатового сока. Уже красиво. Давайте проверю. Хотя бы оценю получившуюся крепость. Ну вот, врет собака, врет. Вот, было изначально 40, и сейчас он мне показывает 40. Давайте еще добавлю. Почему врет? Потому что водно-спиртовая смесь, по которой проградуирован рефрактометр, конечно, не содержит сахара. А гранатовый сок сахар содержит, он вносит свои коррективы, и в результате получаются непонятные показания. Градусов 25-30 там есть. Вы считаете, если вам нужна определенная крепость, просто по калькулятору самогонщика, крепость, количество разбавителя и итоговую крепость подберите требуемый объем. Далее, цедра апельсина и сок одного лимона. Сейчас организуем. Апельсин тщательно промыл, прошкурил его жесткой губкой под горячей водой. Имею право снять цедру. По рецепту автора достаточно цедры с половиной. Главное, без мяса. Так, ну, цедру будем считать готовой. Столько будет достаточно. С лимоном то же самое, тщательно помыл. Перед выжиманием лимон есть смысл стандартным образом подготовить к выжиманию. Вот так вот покатать, чтобы внутри образовалось больше жидкости. А дальше нож и вилка. Отрезаем половинку. О, уже побежала. И теперь у кого-то, может быть, есть специальное приспособление для выжимания сока лимона. Но я обойдусь дедовским методом. Ну и что же дальше предлагает сделать Анатолий? Он предлагает отправить цедру и сок лимона в баночку. Вот я сейчас это аккуратно соберу. Сок лимона не фильтрую, фильтровать буду потом. А далее очень интересная формулировка, я зачитаю. Заканчиваем добавлением сиропа шиповника, обычного из магазина. Сиропом выводим окончательный вкус и сладость напитка по вашему вкусу, смотря для кого делаете. Ну вы помните, что я сластен. Мне нравится, что можно варьировать и количество гранатового сока по своему вкусу, и количество шиповника также по своему вкусу отрегулировать сладость. Поэтому я сейчас размешаю и проверю. Вот именно этим мне понравился данный рецепт. Он необычен использованием сока и сиропа шиповника. И он необычен тем, что в нем практически нет вот... Вот все это истории с пакетиками специй. Все исключительно... Все исключительно еда и питье. Давайте попробую. По сладости достаточно. На этом я остановлюсь, баночку закрою и отправлю настаиваться. Давайте сейчас посмотрим. Через две недели требуется аккуратно снять с осадка и использовать по назначению. Можно добавить корицу и ваниль. Вот корица я хочу добавить. У меня есть палочки, поэтому я закину эти палочки. Они что-то давно, своего часа ждут. Вот так бешено поломаю. А ваниль я люблю не очень, поэтому не буду. Но имейте в виду, что по рецепту это также допустимо. Все. Через две недели снимаю с осадка. Итак, первая настойка. Настойка имени Анатолия Смирнова. Готова. Вторая настойка. Настойка имени Руслана Хавивулина. Руслан предложил пряную хреновуху. Я искал хрен, я не нашел. Но рецепт я вам зачитаю, он мне показался интересным за счет сочетания хрена и имбиря в одной настойке. Должно быть это что-то очень классное, поэтому рецепт запишите, сделайте и расскажите потом в комментариях каково. Потому что я не нашел хрена, не смогу сделать именно этот рецепт, а заниматься фальсификацией нет желания. Итак, пряная хреновуха 5 литров дистиллята, 250 грамм сухого молотого хрена или 200 свежего. Гвоздика 5 штук, по желанию цедра двух средних лимонов, 60-100 грамм цветочного меда, в зависимости от того, насколько вы в душе медведь. Да, медведь. Одна палочка корицы, мускатный орех на кончике ножа, чайная ложка сухого имбиря или 50 грамм свежего. Хрена имбирь чистим, если свежий, снимаем цедру с лимона без мякоти, все ингредиенты в банку, заливаем дистиллятом. Ставим на неделю в темное прохладное место, фильтруем, оставляем отдыхать на 5 дней и дегустируем. Руслан, не нашел хрен, я думаю, что это очень вкусно, поэтому вы также находитесь среди трех победителей. Ну и третий рецепт, рецепт имени Веры Бубновой или Бубновой, Бубновой, наверное, поправьте меня, если я что-то не так сказал. 2 литра самогона, 3 стакана меда, 40 грамм свежего имбиря, 15 грамм молотой корицы, 2 чайные ложки с горкой красного горького молотого перца, черный перец грошком, там вот он у меня лежит, раздавить 2 штуки гвоздики, цедра и 7 долек апельсина, вот что мне тоже понравилось, цедра есть и дольки тоже, то есть будем прямо на живых дольках апельсина настаивать. 1 чайная ложка шафрана, ну что ж, начинаю готовить, прежде всего 3 стакана меда, представить бы сколько это, пол кило меда на 2 литра самогона, по-моему это очень круто, а это я еще по минимуму пересчитал, ну что ж, я сделаю чуть поменьше меда, размешаю, попробую, добавить всегда проще, чем убавить, ну а пока постараюсь развести мед. Ну что ж, я не уверен, что здесь у меня 3 стакана меда, но очень сладко получится, наверное чуть больше стакана, вот так вот, если ложками считать, я туда отправил, он еще не весь разошелся, потому что он закристаллизовался слегка, пока я готовлю все остальное, он дорастворится, я размешаю, попробую и меда добавлю, если потребуется, Павел меда для нас не пожалел, ну по вкусу опять-таки, чтобы не переборщить и так далее, по рецепту нам требуется 40 грамм имбиря, потереть на терке, мне научили интересному способу чистить имбирь, не ножом, а ложкой, вот так вот легко, не напрягаюсь, очень быстро, ну и потереть, возможно, ну вот по моим ощущениям имбирь лучше будет не тереть на терке, а просто аккуратно порезать ножом, потому что то еще удовольствие тереть имбирь получается не очень аккуратно, но тем не менее, имбирь отправляется по назначению, и так, мед на месте, имбирь на месте, молотая корица, как раз 15 грамм, как по рецепту у меня в пакетике, я чувствую, фильтрация будет не из самых простых, красный, молотый и острый перец, я полагаю, что 2 чайных, это чуть меньше 1 столовой, вот таким вот образом, я начинаю понимать, зачем так много меда, далее черный перец горошком, 20 штук, ну будем считать, что вот таким образом, 2 гвоздики, так гвоздика, 1, 2, цедра и 7 долек апельсина, так, цедра у меня ободрана наполовину, есть еще один апельсин, апельсин сейчас помою, цедру сниму, и шафран, чайная ложка шафрана, я не знаю, по-моему это что-то очень ядреное, поэтому такой вот пакетик, что же такое шафран, самая дорогая специя в мире, для получения 1 кг шафрана, нужно собрать тычинки, со 150 тысяч растений, слегка горьковатый вкус, с ноткой меда, выдает насыщенный цвет, изысканный вкус, и так, остается цедра, ну сейчас помою апельсин, и обдеру, цедра с половиной апельсина, и 7 апельсиновых долек готовы, очень утомительное оказалось занятие, разделить апельсин на 7 долек, так, чтобы они не порвались, потому что простым решением было бы, отправить сок апельсинов, но нужно понимать, что тогда будет такая муть, которую вы не отфильтруете, поэтому дольки должны быть целыми, и на них не должно быть белой пленки, поэтому отправляю, 7 долек, и цедру, также без белой пленки, и вот сейчас я хотел попробовать, выглядеть впечатляюще, надо сказать, но ничего, отфильтруем, что-нибудь да получится, есть у меня прибор, для вакуумной фильтрации, сейчас я хочу понять, нужно ли добить медом, потому что я сделал медом меньше, значительно, чем в рецепте, да, определенно, во-первых, определенно чувствуется, что настойка довольно адская, по степени своей остроты, и согреваемости, меда там действительно должно быть много, но опять-таки, как пишет Руслан, в зависимости от того, насколько вы в душе медведь, ко мне это имеет прямое отношение, я вполне себе медведь, честно, не знаю, что даст шафран, я никогда в жизни с этой специей не сталкивался, не очень представляю себе, как она работает, знаю только теперь, что она самая дорогая в мире, просто на фоне такого количества, красного жгучего перца, в общем, посмотрим, что это будет, уловлю ли я там, какие-то незнакомые нотки, потому что штучка дорогая, действительно, пакетик 12 сотых грамма, 12 сотых грамма, стоит около 100 рублей, чуть меньше, посмотрим, как это работает, но тем не менее, рецепт, рецепт мне понравился, ну что ж, хочу еще раз поздравить победителей, мы свяжемся с вами, если вы не оставляли свои координаты в комментариях к ролику, то пожалуйста оставьте, или свяжитесь с нами, в общем, обязательно, те, кто оставил свои координаты победителя, мы с ними свяжемся, они получат свои призы, если вы не оставили, но победили, то оставьте свои координаты, любую социальную сеть, здесь же в комментариях под роликом, мы с вами свяжемся, и договоримся, как ваши призы, вы сможете забрать, еще раз поздравляю, Анатолий Смирнов, Руслан Хабибуллин, Вера Бубнова, наши победители, к сожалению, напиток Руслана, я не смог приготовить, поэтому друзья, готовим хреновуху, по рецепту Руслана, и пишем в комментариях, как она вам, а это, соответственно, здесь, через три дня я сниму, отправлю на отдых, профильтрую, здесь через две недели, финальная дегустация, обязательно будет на канале, ну а на сегодня у меня все, вы были на канале, русская дымка, финальная дымка, натуральная, Руслан Хабибуллин, субтитры, субтитры, Руслан Хабибуллин,